Одно из направлений – это разные маленькие и большие мероприятия. Начиная с каких-то посиделых в ресторане, мы всегда соединяем вместе обычных и особенных. Наша задача – это правильную атмосферу. Насильно я не могу заставить вас полюбить никого, но погрузив вас в правильную, расслабленную, немножко хулиганскую, когда ты расслабляешься, талантливую атмосферу, мы вместе всегда что-то делаем. Вы приходите, вы не видите диагноз, но его невозможно увидеть. Вы видите и ребенка, и вы понимаете, ой, надо же, ребенок, и это ребенок, и вместе лепят, и хохочут, и балуются, и он такой же. И, ну, конечно, там, поначалу нам, вот, например, с таким очень известным гламурным журналом, поначалу было необходимо, чтобы мы все время фотографировались вместе, или звезды, чтобы с детьми, потому что это было на уровне 4 года назад заразной-незаразной. Если Жанна Фриске в обнимку с младенцем, а сама беременная, то понятно, что там, ну, какая-нибудь обычная женщина, да, понимает, что это как минимум не заразно, потому что люди так относились на таком уровне часто, там, к синдрому Дауна, например, или считают это болезнью. Это не болезнь, это такая удивительная дополнительная хромосома, которая дает человеку, ну, то есть наполняет его любовью. Вот вы видите, там выставка наша сбудется, например, она же не про диагнозы, она про наши мечты с вами, и про то, что мы все мечтаем одинаково в детстве, и мы все мечтаем, и мы все чего-то хотим такого. И вы видите, смотрите на эту картину, и у вас возникают теплые какие-то чувства, да, внутри. Я показываю всегда. У вас возникают теплые чувства внутри своей собственной ассоциации. А потом вы видите, что это Федя, ему там 14 лет, у него синдром Дауна. Но у вас навсегда уже это словосочетание свяжется с чем-то очень теплым, светлым и радостным, что правильно. Потому что это именно... Я всегда говорю людям, когда спрашивают, а какие вот вы действительно... Не бойтесь подходить на улицу, начинайте разговаривать, не бойтесь трогать. Если человек, вы не понимаете, как вот он сидит на колясочке с ДЦП, не бойтесь обратиться к нему, поздороваться, пообщаться. Это нужно им, конечно.